Всем привет, друзья! С вами Надежда, канал Надежда и мир. Сегодня я работаю на своем балконе, мою, чищу, привожу его, можно сказать, в должный вид, готовлю к осенне-зимнему сезону и не только балкон, но и свои цветочки тоже. Начинаю потихоньку перетаскивать сюда те растюхи, которые у меня будут здесь зимовать. Да, несмотря на то, что за окном по летнему жарко, все-таки осень, а это значит, что скоро начнутся холода и растения тоже нужно к этому готовить. И именно по этой причине я начинаю работать с цветочками. Те, которые нужно подрезать, я подрезаю, которые нужно подвязать, подвязываю. Ну, в общем, осматриваю их. Я заодно, собственно говоря, проведу, наверное, такую небольшую экскурсию. Мой хлорофит, он, как-то он сам по себе рос-рос, за лето вырос, напускал очень много деток. И я, когда стала его доставать, оказалось, что он такой прям внушительных размеров хлорофитом. Рядышком я поставила маленькие фикусята. Думаю, пусть они, наверное, там будут зимовать. Они маленькие, я не думаю, что они очень сильно будут расти за этот период. А вот весной уже я их поставлю в другое место. На подоконнике, как обычно, мои фикусы. Это фикусы священные, фикус бенджамина. Рядышком еще один фикус бенджамина. Красула или Толстянка тоже будет зимовать у меня на балконе. У меня одна на балконе, одна остается в комнате. И я посмотрю, какой из них будет где лучше. Здесь лавр. Он все лето рос в комнате у сына. Сейчас я его переношу уже сюда, потому что лавр обязательно должен зимовать в прохладе. Но, хочу сказать, в комнате ему стало намного легче. Здесь как-то вот он очень тяжело переносил жару. Вот в комнате ему было хорошо. Дальше здесь, ну, в общем-то, одни фикусы. Священные фикусы, которые я заплетаю. Маленькие фикусята за заборчиком. Их я уже показывала. Драцену тоже я решила оставить на балконе. Думаю, что ей должно быть хорошо. Этот мой самый старый фикус священный. Он вообще всегда живет на балконе. Мураю. Мураю я отсюда уберу. Потому что я как-то раз мураю заморозила. Поэтому сейчас я ее отсюда возьму и уберу. Здесь она зимовать у меня точно не останется. Шифлера у меня всегда живет на балконе. Фикус тоже. Харафитом вообще ему везде хорошо. Поэтому хлорофитомы однозначно остаются на балконе. Вот с кротоном я еще не решила, что я буду делать с ним. Возможно, я его перенесу в комнату. Конечно, ему здесь хорошо. Но что-то у меня насчет него страшновато. Радра Махира тоже у меня живет на балконе, кстати. Тоже я как-то внимания не обращала на нее. Она у меня за лето так значительно выросла. Особенно вот это вот. Такое прям деревце красивое стало. Просто я и любуюсь, конечно. Здесь тоже фикус священный. Шифлерка там дальше тоже все останется здесь. Плющик у меня всегда растет на балконе. И пипремном тоже будет зимовать в этом году на балконе. Собственно, как-то уже раньше я, по-моему, оставляла маленькие черночки зимовать. И, в общем-то, им вроде было даже неплохо. Здесь кофе. Вот кофе я отсюда заберу. Сейчас отставим подальше. И остается у меня здесь декабрист или шлюмбергера. Я ее пока оставляю, потому что ей как раз нужна прохлада. Поэтому мы ждем сейчас холодов, чтобы она немножко так поморозилась. И потом я уже занесу ее в комнату для того, чтобы она цвела. И алоэ вера. Ну и вот эти фикусы, они, собственно, тоже у меня всегда растут на балконе. Поэтому их я вообще никуда одевать и не буду. Далее из тех, что остались на балконе, это вот гипиастром. Но с гипиастромом мы поступим следующим образом. Я уже подготовила вот такой пакет темный. И я его прямо сейчас хочу брать на покой. Для того, чтобы у него быстрее начался этот процесс. Потому что я его, кстати, маленький клубенечек начал формироваться. Вот здесь вот можно наблюдать. Для того, чтобы этот процесс начал быстрее формироваться, немножко ему вот так вот подожмем листочки. Потому что я пыталась в прошлом году его отправить тоже на покой. Очень долго, даже в темном помещении, листочки не хотели терять свою вот эту зеленоту. В общем, не хотели они желтеть никак. Поэтому нужно их вот так чуть-чуть вот немножечко примять. Для того, чтобы все-таки все силы ушли в луковицу. И все-таки к Новому году я надеюсь, что наконец-то у меня гипиастром зацветет. Просто помещаю его в такой пакет. Ну, так вот его завязываю и убираю в шкаф. Месяца на два, может быть, два с половиной он должен там постоять. Листики должны целиком пожелтеть. И только потом их можно уже будет доставать, луковички. И я надеюсь, что процесс цветения наконец-то начнется. Ну и вот теперь, наконец-то, балкончик мой чистенький. Обожаю на самом деле, когда в доме чистота, все аккуратненько и красиво. Ведь то, что нас окружает, очень влияет на наш образ жизни и на наши мысли. Поэтому сегодня я просто в восторге от своего балкона и моих любимых растюх. И на этом заканчивается моя небольшая экскурсия. Подписывайтесь на мой канал, инстаграм, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok